Мы продолжаем идти навстречу в университете. До игр в Казани осталось всего 135 дней. В нашей традиционной рубрике вы сегодня узнаете все о транспортной команде грядущих состязаний. Тему продолжит Евгений Евгеньевич. У меня уже на этом все. С вами был Дмитрий Фторов. Рассказ о событиях дня мы продолжим уже через 2,5 часа. Спасибо за внимание и до встречи в Вестяк Татарстана на телеканале России в 14 часов 30 минут. Увидимся. Сейчас на дорогах Казани можно встретить немало ярких машин с символикой будущих студенческих игр. За рулем одной из них Роберт Арсланов. Он необычный водитель, он часть большой семьи универсиады. На него возложена стратегическая задача – успеть вовремя доставить спортсменов и организаторов к месту проведения соревнований. Почему мне нравится эта работа? Я думаю, что я вношу вклад в развитие нашего города, так как патриот нашего города. Буду возить юных спортсменов, которые в будущем могут стать звездами мирового масштаба. Не менее приятный бонус и зарплата выше средней по Татарстану. Гордятся и машинами корейские иномарки подвезти не должны. Всего к универсиаде необходимо набрать более полутора тысяч водителей и почти 500 человек обслуживающей команды, то есть диспетчеров, управляющих и менеджеров. Стать частью транспортной команды довольно просто. Для начала нужно заполнить анкету прямо на сайте универсиады. Затем, если вы подходите, вам позвонят и пригласят на собеседование. И уже после с вами заключат контракт и предложат пройти обучение. На специальных курсах помимо английского и безопасности дорожного движения научат еще и этикету, медицине и историю универсиад. Ведь представитель игр в Казани должен выделяться. Не забыли и про обычное такси. Разговор на английские знания города теперь обязательные пункты в режиме всех водителей. А значит теперь вместо крылатой фразы Дорогу покажешь? Горожане и гости столицы услышат Hello, welcome to Kazan!